приветствую всех самодельщиков сегодня я хочу показать очередное свое изобретение хотел бы заострить внимание на том что это действительно мое изобретение такого аппарата я нигде не видел не встречал то есть ни у кого не списывал так скажем сам придумал сам сделал в общем пользовался достаточно продолжительное время что это за аппарат это аппарат для приготовления кормов в общем кормить поросят что он делает он размалывает зерно вместе с водой то есть смешивает растирает и при этом греет то есть вот этими кормами после этого аппарата можно кормить как маленьких поросят как свиноматок так и над корм свиней но не знаю как бы сейчас востребован такой аппарат или нет но я честно скажу такой вот аппарат достоин наверное уже производства потому что зарекомендовал он себя очень хорошо то есть конструкция предельно простая то есть я бы сказал это лучшее что я сделал по своей простоте и эффективности сейчас покажу как он работает наверное в этом ролике устройство его рассказывать не буду сниму уже отдельный потом подробный ролик по устройству если кому-то это на сегодняшний день интересно но сейчас наверно запустим его и посмотрим как он работает вот я приготовил воду специально бросил градусник чтобы видно было наглядно то есть температура воды 8 градусов чтобы после обработки посмотрим на насколько поднимется у нас температура вот этим аппаратом я пользовался зимой стоял он у меня на улице и кормил поросят на улице то есть минус 30 он я его запускал готовил корма и прям на улице кормил корма съедается мгновенно теплые и единственная проблема поросята очень быстро привыкают к этому корму и перевести их на другой корм потом достаточно сложно не хотят ничего другое употреблять дробить мы будем вот я приготовил что нашел сейчас ничего не держу дробленка пшеничная можно засыпать сюда цельное зерно но лучше все таки сыпать дробленку нагрузка на двигатель поменьше ну и быстрее все это дело работает готовит корма очень быстро то есть на 40 голов я замешивал минут 20 работы и корма готовая то есть по электроэнергии это дело не накладно сразу скажу кто кого этот вопрос очень волнует на кормах мы очень сильно при этом экономим двигатель вот кто соберется делать двигатель не менее четырех с половиной киловатт обороты 3000 то есть только 380 220 с конденсаторами ничего это здесь работать не будет то есть не хватит мощности но теперь наверно запускаем сначала заливаем воду этот аппарат уже стоит долгие годы не пользуюсь им немножко прогнил бак пришлось заткнуть он там поролоном он очень сильно изношен конечно сейчас это все будет намного дольше происходить просто как бы ремонтировать его надо на стене показать как он работает в общем этого хватит в общем в общем а и 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 все друзья выключили мо аппарат проработал у нас наверно минут восемь десять но он у нас сильно изношен я уже говорил если бы он был как бы в новом состоянии Ну, нам хватило бы там буквально 3-4 минут для приготовления такого количества корма. Ну, сейчас работает немножко подольше. Но, тем не менее, видно все это будет. Сейчас наберу, покажу, что получилось. Вот к этому выходу у меня была прицеплена труба и проведена в общее большое корыто. Открыл корма, вышли. Не нужно было ни ведрами таскать. Ну, вот давайте посмотрим, что получается. Сразу, наверное, отпущу градусник. Будет он у нас тут работать, не будет в этой каше. А корма, вот что получается. То есть, растирает полностью, не остается вообще даже крупы. То есть, вот такая растертая. Жалко не передать запах. Запах такой приятный, хлебный. Можно, чем она мне нравится, вот эта дробилка. Можно смело засыпать овес. Ячмень, овес, овес в большом количестве можно использовать. Все эти шкурки перетирает. То есть, никогда не забьет желудок. То есть, проблем с кормлением не будет. Потому что, если дробленым овсом кормить, можно забить желудок поросенку. Ну, и к летальному исходу это приведет. А вот такой вот кашей для откорма маленьких поросят. Особенно мне нравилось свиноматок кормить. Потому что свиноматки обычно плохо едят. А вот такую вот кашу они метут с удовольствием. И поросята очень быстро привыкают. Уже двухнедельные начинают вот такую вот есть кашу. Привыкают. И, в общем, потом с отъемом проблем не бывает. Ну вот, смотрите, температура. Видно будет? Нет. 31 градус. 32. То есть, для зимы это просто палочка-выручалочка. Не нужно воду греть там теплую. Тратить электроэнергию или там печкой. Вот это все подогревать воду. Залил с колодца воду холодную, ледяную. Засыпал зерно, включил. Ну вот, я говорю, на 40 голов где-то 20-30 минут. И корма готова. Все. И такие корма поедаются очень быстро. Не намерзает ни в корытах. Не намерзает. То есть, расход кормов намного меньше идет. То есть, усваиваемость лучше. Значительно. Плюс сюда. Там витамины, соль, мел. Все это добавляешь. Все это смешивается. То есть, с приготовлением кормов вообще проблем не возникает. Ну, в общем, друзья. Кому понравился аппарат, ставьте лайки. Пишите комментарии. Кому не понравился, естественно, дизлайки. Пишите в комментариях, интересно ли вам это устройство такого аппарата. Ну, снимать мне ролик по устройству. Или, в общем-то, надобности такой нет. Если кому-то интересно, то уже отдельно разберу его. Пока хоть он и изношен. Ну, все равно видно будет, как он сделан. Ну, а пока, наверное, попрощаемся. До следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok